привет в есентуках и на кмв в целом выпал хороший такой снег надеюсь не только здесь и в горах также снежно что значит ближайшие выходные отправимся его раскатывать но сегодня история о другом вот уже несколько месяцев занимаемся в альп-клубе альпинизмом идем к значку альпинист россии набираем навыки и все связанное с этим в рамках осенних сборов прошло уже два выхода восхождения на вершины категории трудности 1b что вселила некую уверенность и желание попробовать горки более сложные например категории трудности 2а и на прошлых выходных буквально два дня назад съездили втроем под руководством инструктора в четвером получается да при эльбрусе полазить по горному массиву тирскалак задуманное выполнить не удалось и об этом хотел как раз рассказать заручившись поддержкой инструктора и согласовав маршрут я подписал под это событие от товарища федора вот а также а девушка с нашего отделения девушка рада тоже изъявила желание принять участие должны были совершить восхождение на одну из вершин горного массива тирскалак подходы к которой порядка ну заняли у нас порядка пяти часов протяженность 6 километров по ущелью и набор высоты в 1100 метров доброе утро которое у нас начинается в поселке тирсков поднимаемся по тирскольскому ущелью и нас сегодня должно ожидать приключение категории трудности 2а что это значит пока непонятно но думая будет интересно федора дать я ради аромах будет скучать с нами итак время 7 часов ровно на маршруте 1 час 20 минут продолжаем двигаться по ущелью тирскол прошли практически четыре километра поднимаемся наверх вспоминаем природные маршруты в ущелье здесь без снега это выглядит совершенно иначе провалили и не сдали уже подходы к маршруту ориентирование на местности пока что не развернули обратно но у нас еще все впереди до следят и и и Субтитры сделал DimaTorzok Солнце появилось, одели очки, чтобы не спалить глазки А вообще, начинают поднакрывать кайфовое ощущение счастья и расслабленности Ну, психологическое, конечно, не физическое Начиная по чуть-чуть плыть и размышлять о бытие у себя в голове Вот если бы психоделической музыке еще наболтать Но в альпинизме хождение в наушниках не приветствуется А то Федя камень скинет сверху А ты не услышишь, как он в тебя летит Да Поэтому представляю музычку А тебе, конечно, включу Чтобы смотреть было интереснее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Федя зачем-то не перевел телефон в режим самолетика И теперь ему поступают звонки Но сейчас ему звонит дочка А дочка это святое Поэтому Федя отвлекся от гор И выполняет свои отцовские обязанности А рада инстаграмчик проверяет Не, не инстаграм Отписываешься Рома, просто контент Все предели Главное, что есть интернет Короче, случился факап Поэтому попрошу, раду повторить Можешь указывать на ледник пальцем И говорить, как ты говорила? Как я говорила? Посмотрите ты, что там Что там? Что там? Там ледник Ничего себе! А вот там Эльбрус Да, там Эльбрус Да Я просто случайно выключил видео И сторис не записал Вот так карабкаемся Здесь спустили маленькую лавину От нашего шага плотного Лавины сходят Вот эта доска тоже может сойти Постараемся ее не сбить Ну, либо собьем уже, когда все поднимемся Планируя маршрут С ребятами договорились Что ключевое место Попробую пролезть я А следующие веревки по очереди Будем передавать друг другу Выйдя на ключевое место Организовав станцию Ребята остались в ожидании того Когда я его пройду Я же столкнулся с трудностями Которых раньше у меня не было Во-первых, скала была абсолютно Нечитаема в плане рельефа Ибо была заметена полностью снегом И каждый метр этого Ну, этой скалы Приходилось очищать от снега Чтобы понять А где можно вообще организовать Страховочные точки На это ушло очень много времени И здесь я упомяну, что у нас был только лишь час Чтобы всем втроем пройти это ключевое место И подняться Иначе мы выбивались уже из графика Рисковали вовремя, в установленное время Не пройти маршрут И, соответственно, возвращаться в темноте А может быть даже и остаться на холодную ночевку Так вот, выйдя в самое сложное место этого ключа Которое представляло собой Ну, пятиметровую, наверное, гранитную стенку Всю покрытую снегом Дошли до ключа Вот он, Дьян ползет Рома дальше Вот Рада Она пока не очень рада Но сейчас она отдохнет И снова будет радоваться А мы делаем станцию И идем наверх Самое сложное лазание Это как раз литаж Потому что вот там под снегом Плита Висим 40-45 минут где-то уже Надо по ней пролезть Да Отпустили Яна Туда Надеемся, что он вылезет Я пойму, как не вылезет Стремно Еще снег приходится разгребать Как вылазить плиту Нихера не понятно А он там ручкой зацепится, наверное Я столкнулся с для себя Неопреодолимыми сложностями Какие все-таки детали Сугроб большой Который я начал расчищать Под сугробом была скользкая гранитная плита Справа у которой была трещина В эту трещину поменьшалась рука Но нельзя было поставить как-либо ногу Зацепиться ногой Я поставил одну руку Поставил вторую Попробовал подтянуться Попробовал перехватиться выше Но у меня совершенно не получалось Потому что, во-первых, плита была скользкая Во-вторых, холодная В-третьих, опыта у меня лазания Еще недостаточно Для таких вот мест Потратив еще где-то порядка 20 минут Я понял, что отсюда С ее правой стороны этой плиты Я не вылезу Инструктор подсказал, что слева от плиты Возможностей для лазания Немножко больше И действительно, трещины были там такие Что трещины в граните, в скале Зацепы под ноги Были такие, что действительно Можно было пролезть Но я ковырялся в этом месте Уже порядка полутора часов И сил для дальнейшего продолжения У меня не было Тогда мне пришлось признать Что выполнить ключ я не могу Организовал перильную веревку И попросил товарища Федора подняться Федор, который уже на тот момент Ну, где-то около двух Чуть меньше часов Просто ожидал на станции Когда я все-таки завершу ключ Сбежал минут за 10-15 После этого девушка рада поднялась Мы все победоносно осмотрели вокруг И поняли, что дальше мы пойдем только вниз Все, пост сдал На плиту На вот эту залезть не смог Она скользкая, обледеневшая А с левой части не пошло у меня Вылез на вот этот уступчик, где сейчас Федя А дальше не смог подняться Ни сил, ни понимания не хватило Ковырялся, ковырялся И передал лидерство Федя вызвал помощь друга Ну, что, залезли ключ Нельзя сказать, что мы какую-то задачу сегодня выполнили Но было прикольно Сейчас полезем обратно А вершина Не видно Не, не видно Рада молодец Иди к нам Осторожно только там Проверяй Ни два крестика, а четыре Все, дюльфериали вниз Я не снимал, никто не снимал Видео нету Но дюльфериали долго, нудно И утомительно Сбухтовали веревку Дальше пойдем ножками На Эльбрус Были предшественники, которые две своих первых в горы не сходили Там объективно, да Тоже залезли на гребень Двое смогло А остальные нет В целом я кайфанул, поскольку столкнулся с неопреодолимыми для себя сложностями на тот момент Но уверен, что если у меня сейчас появится второй шанс Наверное, я все-таки вылезу Но это не точно В любом случае Нужно больше тренироваться Развиваться в этом направлении И попробовать маршрут еще раз Уверен, что Федору тоже все понравилось Поскольку ключевое место Вылез в итоге он Что, несомненно, должно было поощрить его тем самым эндорфиновым пряником Ну и самоузрождение Что же касается Рады Хотя она особо претензий не предъявляла Но, наверное, ей было обидно Поскольку она и не полазила И дольше всех, порядка трех часов Ожидала на станции Когда мы завершим весь этот ключ Это был первый такой опыт Когда не в формате программы обучения А когда впервые мы попробовали сами организоваться Выбрать маршрут, выехать Продолжим тренироваться, развиваться И двигаться по направлению в альпинизме Ставь лайки, пиши комментарии Это мотивирует для создания подобных вот историй Если, конечно, тебе интересно Так, все